Доброго времени суток, дорогие друзья, любители огородники и любители готовить. Я рада приветствовать вас на своей кухне. И хочу сегодня предложить вам очень вкусный рецепт. Этот рецепт называется сладкие помидорчики. Но прежде всего я хочу показать то, что выросло у меня в саду. Это то, что я вам снимала от начала рассады и до конца, как теперь они уже спеют. Это томаты разного сорта. Я вам о них говорила, снимала, показывала. Потом сниму дополнительное видео. Покажу томаты, какие они должны быть на пакете, какие есть и на самом деле, какие они есть. Расскажу вам о них, какие наиболее, больше плодородные, какие нет. Также цукини тоже я снимала вам о них. Потом, значит, патиссончики, огурчики тоже я показывала и много очень советов давала, как их выращивать. Потом у меня вот такая вот фасолька спаржевая, красная. Ну, в общем, много всего выросло. Я его уже показывала в виде, потом еще сниму, вам покажу. А сегодня мы будем готовить такую вкусняшку, как сладенькие помидорки. Расскажу вам немножко об этом рецепте, так как я придумала его сама. У меня есть сын, он уже взрослый, вот он меня сейчас снимает. Ему 18 лет, а когда он был маленький, он говорил мне всегда, мама, ты сделала сладенькие помидорки. Так как он у меня не любил кислые, соленые, я придумала этот рецепт. Очень долго я манипулировала этими солью, уксусом всем, даже делала лимонным соком ему. И вот пришла к такому именно рецепту. Вот, значит, на 1 литр, значит, воды берутся 2 столовые ложки уксуса, 0,5 стакана сахара и 2 чайные ложки соли. Вот, и эти помидорки получаются сладенькие. Даже вот водичка выпивается, маринад. Я вам очень его советую. Ну, и, значит, начнем делать эти помидорки. Баночки, как всегда, я вам говорю, что я стерилизую их в микроволновочке, 10 минут при обычной мощности. Вот, сухие они у меня, нам понадобится вот такая вот вороночка. Потом вот такая вот штучка, тоже помощник хороший на кухне. Мы его надеваем на баночку и сливаем маринад, чтобы не обжечь ручки. Ну что же, начнем складывать наши томатики. На дно баночки для начала мы ложим немножечко лука, вот так полукольцами нарезаем и складываем вниз. Вот так вот. Немного, но и немало. Лук придает нашим помидоркам очень такой специфический вкус. Вот. Потом, значит, немножечко горошек черного перчика. Прям немножечко, потому что у нас баночка очень маленькая. Вот так вот. Потом, значит, гвоздичку тоже я вот, мы в семье, конечно, они все любим. Вот гвоздичку я всего лишь по 2 штучки кладу. Вот. Гвоздика дает пикантный такой вкус. Вот. Потом также я ложу немного, значит, душистого перчика, тоже по 2 штучки. Вот на такую вот баночку. Больше баночки, значит, если кто на 3-х литровый делает, там 5 штучек. Вот. Лаврового листика кладем так по 2 штучки. Вот. Вот сюда. Вот. Ну и, естественно, мы наши помидорки обрезаем и складываем их. Вот. Помидорки можно, конечно, разные. Ну, как бы можно, чтобы были желтые, розовые, оранжевые. Это очень красиво и вкусно, особенно для деток. Вот помидорки я всегда вот так вот прокалываю. Возле ножки делаю. Можно зубочисткой. Я ножичком аккуратненько вот так прокалываю. И складываю. Сначала складываю одного, значит, цвета. Вот. Потом другого, так, чтобы они у нас были разные, желтенького цвета. Томаты очень красивые, очень вкусные. Вот. Так вот аккуратненько их все складываем. Вот если маленькие баночки, желательно, конечно, маленькие помидорки брать. Вот здесь у меня все маленькие. А так у меня есть очень мощные, крупные такие томаты по килограмму, по 800 грамм. Я вам потом покажу их и какой у меня рецепт есть для них. Вот сверху тут можно помельче. Вот у меня есть такие вот черри тоже, вот такие разного цвета. Вверху вот я и для того, чтобы плотненько так забилась баночка, тоже вот ложу. Вот. Таким образом мы заполнили нашу баночку. Вот, я думаю, столько хватит. Немало и немного. И таким образом мы наполняем все баночки. Вот. И заливаем, значит, кипящей водичкой, просто не маринадом. Оставляем на 15 минут, потом сливаем и заливаем маринадом. Я в дальнейшем вам все это покажу. А пока я буду наполнять свои баночки. Ну вот, я уже приготовила баночки, залила их все кипяточком. Они у меня будут стоять. И пока они стоят, я приготовлю маринад. Значит, на 1 литр водички, как я говорила. Значит, вот, берем литр воды. Вот, литр воды. Для того, чтобы быстро вскипел, я наливаю кипяток и очень быстро у меня кипит. И, значит, наливаем. Сотенечки я всегда делаю, заливаю по одной баночке. Не тороплюсь, чтобы все банки слить. И это я закручу одну баночку, потом другую. И вот так вот, не торопясь. Вот. Значит, как я сказала, значит, 0,5 стакана на 1 литр водички. 0,5 стакана сахара высыпаем. Значит, 2 чайные ложечки соли. Вот так, немножечко с горочкой. 2 чайные ложечки соли. И 2 столовые ложечки 9% уксуса. 2 столовые ложечки 9% уксуса. 1, 2. Вот, это все перемешиваем хорошенечко. Вот. Закипит маринад. И я кипячу его после закипания. Он у меня 1-2 минуты прокипит. Должен прокипеть. 1-2 минуточки. Вот. Вот таким образом. Вот уже вскипел маринад. Пока он кипит. Вот. Как я говорила, 1-2 минутки я. Вот так одеваю свою помощницу. Крышечку вот так раз. И сливаю водичку. Вот так вот мы сливаем водичку. Первую водичку я обязательно сливаю. На этой водичке я не готовлю маринад. Чтобы я не заливала какие бы овощи, я всегда выливаю первый этот. Вот. Теперь аккуратненько убираем. Вот сюда. И разливаем по баночкам. Наш маринад. Вот так вот берем аккуратненько. И наливаем. Вот. Наш маринад. Попутно хочу сказать вам, что если кто не любит с уксусом, то я делала еще, как я уговорила вам, с лимонным соком. 2 столовые ложки лимонного сока. Я вот сюда. Вот. Ложила. Так что можете приготовить таким образом. Так. Потом крышечки. Вот у меня тут они стерилизованы. Берем крышечку. И все это закрываем. Вот так вот аккуратненько берем и закрываем. Вот. Вот таким образом. Туго. И вот такая красота у нас получается. Вот такие вот томатики. Вот. И вот так вот аккуратненько переворачиваем баночку. Чтобы мы могли посмотреть, плотно ли, хорошо ли мы закрыли нашу банку, не протекает ли она. И все баночки, когда мы все уже простерилизуем, зальем. Вот маринадом. Затем переворачиваем их и полотенечком тепленьким слегка укутаем. В таком положении баночка должна часочек полежать. Потом поднимаем и украшаем. Сейчас я сделаю все. Все баночки закручу, залью. И потом покажу, что у меня получилось. Ну вот, дорогие мои. Вот что у нас получилось. Вот такая вот красивая баночка. Вот. Такую салфеточку я подобрала. Под стать нашим помидорком под цвет. Вот. Такая вкуснятина. Что я хочу сказать, дорогие мои подписчики. Пробуйте, готовьте. Радуйте своих близких и родных. Когда зимой вы откроете такую баночку и подадите, то респект вам обеспечен. Я вам обещаю. Ну что ж, на этом я хочу попрощаться с вами. Пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего. Хороших вам сладких, вкусных заготовок. В данном случае помидорок сладких. Приготовьте. И ваши детки тоже вас будут спрашивать. Мама, а ты сделала сладкие помидорки. На этом я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайки, подписываться, делиться своими друзьями и задавать мне вопросы. До свидания. С вами была ваша Елена.